Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, добро пожаловать на мое новенькое видео по игре American Tract Simulator. Друзья, сегодня у нас крайне радостный повод. Появился новый грузовик в American Tract Simulator. Вот он сейчас перед вами и в названии этого ролика вы наверняка уже увидели его название. Наверняка на моем канале вы уже видели тизер и обсуждение мыслей вообще по поводу этого грузовика. Это International Lone Star. Только-только-только, вот прям только что он появился в игре и вот прям сейчас он перед нами в различных кат-сценах крутится. Ну, что сказать, мое мнение остается по этому грузовику таким, как и было раньше. Он для меня, ну, не туда и не сюда. В остальном посмотрим, как он будет жить, как он приживется вообще и что он из себя представляет. Мы прямо сейчас, друзья, посмотрим. Итак, но для начала я вам, наверное, покажу, где находятся автосалоны, потому что наверняка у всех есть эти вопросы, где у нас находятся автосалоны International. Итак, начнем с Вашингтона. У нас один находится прямо на самом севере в городе Беллингем. Собственно, туда вы можете поехать и там его приобрести. В Орегоне также у нас один находится салон в городе Салем. Далее смотрим Калифорнию. У нас он находится в Санта-Крузе. В Неваде, к сожалению, почему-то у нас дилерская нет. В Юте она у нас находится в городе Прова. Опять же, одна дилерская в Аризоне. У нас дилерская находится в городе Флэкстэф. И, соответственно, в Нью-Мехико у нас она находится Аламагорда. Господи, вот такие названия. Очень странно, почему в Неваде на самом деле дилерская нет. Для меня это прямо остается секретом. Во всех остальных вроде есть, а в Неваде нет. Либо забыли, либо просто-напросто как-то может быть официально в Неваде эта машина не продается. Хотя весьма странно. Ладно, друзья, давайте будем смотреть вообще, что это такое. Вот прям вот показываю, показываю, как я ее буду покупать. Прям первая-первая моя будет покупка. Первая моя будет ознакомление с этой машиной. И давайте мы на нее посмотрим. Ну, наверное, сразу давайте возьмем минимальную комплектацию. И уже постепенно-постепенно-постепенно мы перейдем к максималке. Ну, что я хочу сказать. Паровоз. Спереди реально смотришь паровоз, как бы, и здесь прям, ну, нет больше никаких ему слов-синонимов. Это действительно паровоз. Хотя, кстати, если здесь поменять капот и поменять бампер, это уже будет International LT. Потому что весь Lone Star заканчивается ровно вот здесь. Дальше у нас идет сплошнейший LT. То есть, в принципе, просто поменять капот, реально бампер, все, у нас будет другая машина. Вы можете сами, кстати, зайти на официальный сайт International и покрутить эту машину в конфигураторе. Что я заранее, кстати, сказать и сделал. И, как я понимаю, здесь в игре будет то же самое. Потому что разработчики вот делают вот прям, как будто бы вы реально эту машину покупали. И, соответственно, это все совпадает с конфигуратором. Ладно, смотрим. Кабины. Естественно, у нас идет Daycap кабина. Не знаю, кто на ней будет кататься. Мне она вообще не нравится. Маленькая кабина и маленькая кабина. Дальше у нас идет средняя кабина. Естественно, у нас под маленькую кабинку, да, у нас, соответственно, идут маленькие шасси. Это 6х2, 6х4, опять же 6х2, 6х2. В общем, различные у нас идут варианты объема топливных баков. Вернемся обратно к средней кабиной. Ну, наверное, все-таки это можно назвать средней кабиной. У нас низкая крыша сохраняется по-прежнему. Но у нас уже появляется спальник. То есть, вот так вот эта машинка с ним выглядит. Это интересно, но у нас есть Skyrise Slipper. Это самая высокая спалка. Здесь я заметил, что нет еще одной комплектации. Есть она вот, какой-то у нее такое интересное еще название. Она такая же по высоте, как и Skyrise, только у нее здесь нет окна. А так она по факту такая же. Отличается вот действительно только окном. И в остальном она абсолютно одинаковая. Так, оставим, естественно, мы топовую версию. Но для начала давайте, наверное, все-таки мы поставим среднюю. И посмотрим, что у нас по шассишкам. Ну, соответственно, 6 на 2. Что? У нас баки теперь меняются? Да ладно! Нифига себе! И здесь, смотрите, у нас карданчик пропадает, если мы ставим 6 на 2. И баки становятся больше. СС, вы че там? В реал захотели поиграть? Нихрена себе! Это сколько вот уже игра вышла в 16-м году? И ни на одной машине этого до сих пор не было. Все баки были одинакового размера. А вместимость топливных баков, она была постоянно разная. То есть, ну, мы явно видим, 240 у нас маленькие баки. Ставим 280, они у нас капец как прибавляются. Вот это вы дали, ребята! Вот это вы, красавчики! За это мы вам прям аплодируем. Также у нас еще, смотрите, есть такое лонговое шасси. Как вот есть, допустим, обычное, медиум. Но это под среднюю спалку. И, соответственно, лонговое, оно у нас уже идет под большую. Вот это вы дали, парни! Вот это молодцы! Ай да красавчики! По двигателям, друзья, здесь у нас исключительно ставятся каменцы. Опять же, вы можете перейти на официальный сайт и посмотреть. Там, по-моему, еще можно, если я не ошибаюсь, выбрать покаровские движки. Но эта информация не точная. Но вот здесь почему-то их нет. По-моему, там они были. Минималка 400, максималка 605. Выберем нечто среднее. Ну, давайте 500 лошадей. ISX 15-й мотор. В принципе, послушаем, как звучит. Но что-то мне кажется, что вот примерно так же, как и те, которые у нас уже есть в игре. Коробки это понятно. Здесь и 6 ступки, и 10 ступки. 12, и 7 даже ступенчатые коробки есть. То есть здесь, ну, как бы, блин, не знаю, смотрит ли вообще на это кто-то или нет. Я просто, допустим, выбираю там, что мне нравится. 13 ступеней, как бы для меня это самая нормальная коробка. Салон, друзья, самое интересное. На данный момент это, можно сказать, наверное, лучший салон, который сейчас есть из грузовиков в Американтраке. Потому что, ну, действительно, сделан он очень здорово. И, кстати, опять же, вот обращаюсь я к официальному сайту и конфигуратору. Зайдите и посмотрите. Вот в таком цвете салон действительно, оказывается, есть. Чего я, на самом деле, был в шоке. Там, правда, еще в черном варианте есть. Но тут почему-то он как-то напополам задействован с вот этой всей историей. Ну, да ладно. Из минусов, что мне не понравилось, здесь, как по мне, слишком чересчур засветленная текстура пола. То есть, нет ощущения того, как будто у тебя там тень какая-то или что-то. Короче, не хватает теней, ребят. Давайте говорить простыми словами. То есть, вот чем пренебрегают многие мододелы, да, ребята, которые экономят на производительности. Они просто не делают здесь тени. Вот создается ощущение, будто у тебя холодильник, даже вот этот из палка. Они как будто парят в воздухе и нет ощущения пола у тебя в игре. То есть, это все сливается в какую-то непонятную текстуру и весьма неприятно. Но в большинстве случаев 95% времени мы будем ездить именно вот так. А здесь это все смотрится. Это очень круто. Посмотрите на качество кнопок. Естественно, во второй части видео мы максимально приблизимся и посмотрим, как это все выглядит. Три датчика у нас аналоговых здесь сохранилось. Тут у нас GPS. Здесь магнитола. Здесь климат-контроль. Тут коча кнопочек. Руль, на самом деле, по своей стилистике очень похож на кинвортовский. И вот эта текстурка руля, ну и сам вообще этот руль, он мне не нравится. Он, как бы, знаете, такое при ближайшем рассмотрении видно то, что он из как вот многоугольник как будто какой-то. Он не идеально круглый, как, допустим, на той же Scania обновленной, да, вот этой Next Generation. А здесь он прям вот из уголков, вот таких вот, ну, короче, во второй части вы увидите и поймете, о чем я говорю. Но, тем не менее, давайте. У нас такой классический интерьер, в принципе, обычный. Дальше у нас такой вот называемый Diamond. Тут у нас, как мы видим, добавляется вот эта деревянная полосочка. И вот добавляется сюда у нас еще одна дополнительная кнопочка. К сожалению, я в силу своего возраста и плохого зрения не вижу, что она обозначает. И нет возможности, блин, приблизить камеру в салоне именно в конфигураторе. Поэтому дождемся второй части видео и посмотрим. И что у нас еще меняется? Меняется текстура сидений, меняется вставка на дверных картах. Она становится немножко темнее. По спалке, в принципе, все остается то же самое. Единственное, только вот эта деревяшка у нас добавляется и все. Ну и, соответственно, у нас Diamond Black Cherry. Вот такой топовый салон. Здесь у нас уже, смотрите, в отличие от Classic исполнения, здесь у нас уже такая более темная идет текстура сидений. Такая прям вишневая, красивая. Знаете, как на манере старых, вот как будто грузовиков. Дверная карта у нас теперь и сверху. Также меняет текстуру. Ну и, соответственно, здесь у нас меняется оболочка. Здесь вставочки у нас также на левой двери. Все это меняется сверху. Кстати, сверху вообще отличий никаких нет. Единственное, только что вот здесь вот, в отличие от Classic добавляется деревянная полосочка. В остальном же, в принципе, все то же самое. Здесь у нас вставка меняется. Теперь давайте, ребят, посмотрим, как у нас выглядит средняя кабина. Потому что, как бы, обзор был неполноценным, если бы я вам ее не показал. Но она вот смотрится поуютнее. То есть, потому что она не имеет второй спалки в силу высоты кабины. Но, в принципе, спалка, опять же, остается такой же широкой. А нет, она немножко поменьше, потому что здесь уже холодильника нет. И, соответственно, ну, сама кровать остается такой же широкой. И, как бы, больше воздуха над головой у тебя, потому что спалка у тебя не торчит над башкой. И поэтому, как бы, создается такое, несмотря на то, что спалка по длине, по ширине меньше, она, как бы, визуально больше. То есть, несмотря, да, на то, что у нас, естественно, есть Skyrise Slipper, который считается самой высокой. И здесь, как бы, ну, немножечко вот эти ящики давят, спалка сама вот это давит. И кажется, что места чисто по пространственному ощущению немножко меньше. Ладно, переходим далее, ребята. Оставим мы, наверное, в максимальном салоне. У нас здесь даже еще дополнительно 3 датчика падает. Также посмотрим, как это все работает. Покраска кузова, естественно, она поддерживается, как обычные цвета, так и цвета металлик. Плюс ко всему, любые скины, которые у вас есть, они здесь будут работать. Ну, это естественно. Ё-моё, это официальная машина. Здесь это все, ну, должно вообще вот просто по умолчанию и по дефолту работать. Ну, у нас, ребят, Новый год вроде как. Давайте машину как-нибудь по-новогоднему разукрасим. Что-то у меня такое прям настроение появилось. Вот такую, может, дикую санту или вот такого вот сделаем. Не знаю. Давайте вот такого. То есть, такой прям такой, аааа, санта такой орущий. По тюнингу, друзья, опять же, обращаюсь к тому, что все здесь сделано точно так же, как и в официальном конфигураторе. Можете потом зайти, посмотреть, проверить. В принципе, плюс-минус, я думаю, здесь все будет совпадать. Итак, начинаем с бампера. У нас бампер идет всегда в стандартном, в таком хромированном исполнении. Есть второй вариант с сенсором. В реале он тоже присутствует. Это система безопасности, естественно, в игре она не работает. Поэтому, я думаю, этот бампер, ну, в принципе, не будет пользоваться вообще никакой популярностью. Кому понравится этот просто непонятный черный квадрат посередине хромированного бампера. Ну, как бы такое на самом деле. Здесь у нас оверсайз лоуд встает. В принципе, это понятно. Здесь у нас всяческого рода флажки. Ну, вы понимаете, что все это будет работать хорошо. Отлично. Сисел, кстати, тоже подтянулся нормально. Здесь у нас идут зеркала на капот. Мы их оставим. Хоть они мне не нравятся. Хоть я их и не ставлю. Но проверить надо. Почему я заговорил про Alt, друзья? И вообще про вот эту смену капота и бампера. Разработчики здесь, как бы, я думаю, наверняка на будущее оставили две точки. Которые у нас отвечают за гриль, то есть за решетку радиатора. И за непосредственно сам капот. Явно нам давая намек на то, что это можно будет потом затюнить на Alt-версию. То есть на Alt-версии загуглите International LT. То есть это ровно. Вот она меняется, вот посюда. Меняется у нас мордахом. Все. А дальше у нас все одинаковое. Салон, шасси, баки, навесное. Ну, юбки там еще добавляются аэродинамические и все. То есть это вроде бы как такая классика. Сделанная под современщину. С современными технологиями скрещенная. В общем, мне кажется то, что скорее всего в следующем году, в первой половинке, нам бы еще Alt-тишку дождаться. Было бы круто. На самом деле, да. Здесь у нас идут такие замечательные бочки воздухозаборников. Либо фильтров. Ну, фильтров, наверное, все-таки будет правильно. Обычные, стандартные, без лампочек. Вот такие вот расположенные в вертикальном порядке лампочки. Ну и, соответственно, самые такие крутые, которые вот когда вперед смотришь, такое сразу паровозище получается. Прям еще сильнее создается этот эффект. Здесь стандартные вот эти таблички водителя. Это понятно. Тут у нас можно снять полностью вообще санвайзер. То есть солнцезащитный козырек оставить просто лампочки. С завода это тоже, оказывается, делается. Либо поставить его вот таким вот стандартным. Мне вообще, если честно, такой не нравится. Вот хромированный еще ничего как бы. Но положение у него такое, как будто как вот кепка какая-то вперед у тебя с длинным козырьком торчит. Самое прикольное это вот этот, потому что нивелируется он самой шириной этого солнцезащитного козырька. Потому что когда он такой узкий и задранный, выглядит некрасиво. А когда вот такой хромированный большой стоит, смотрится очень даже прикольно. Здесь у нас зеркала меняются. Не добавили еще один вариант зеркал, похожий на этот. То есть вот такое маленькое там ставится дополнительным. А основное зеркало, да, оно идет как бы, ну, тоже вот под этот стиль, только немножко повыше. Вот почему-то они не стали добавлять эти зеркала, типа под классик сделанные. Не знаю почему. То есть весьма странное на самом деле решение. Просто пластик и хром. Ну, можно было, допустим, добавить бы как альтернативу всему этому вариант, сделанный под краску. Смотрелось бы тоже интересно. Ну, ладно. Ручка, опять же, стандарт, либо хром. Здесь у нас вот такая кабинка, ой, кабинка, господи, полоска под кабину добавляется без лампочек. И с лампочками, соответственно, хромированная. Тут у нас ступенечки. Ну, ступеньки у нас, кстати, всегда, как я понимаю, остаются хромированными, да. Единственное, у нас только можно поменять хромированный бак. Короче, столько хрома в машине, это ужас какой-то. Трубы, друзья, можно их полностью убрать. Можно сделать их вот такие, прям как на классике. Такой он прям серьезный сразу становится. Спил, как бы, смотрите, у нас такой под 45 градусов идет. Ну, либо вот такие они у нас будут загнутые назад. Оставим, поставим все просто по возможности. Мигалочки, ну, это, в принципе, стандартная история. Уберем ее. Задние крылья. Можно их, кстати, вообще почему-то снять. Непонятно по какой причине. Но, кстати, по-моему, тоже в конфигураторе можно их убрать и машину заказать без них. Вот такой странный International предлагает тюнинг. Либо, соответственно, то же самое, но уже с надписью International. Ну, и сзади у нас меняются, как я понимаю, брызговики. Либо вот на такие угловатые формы, либо на стандартные. Как по мне, лучше бы еще добавили вариант вот стандартных крепежей, чтобы здесь был логотип International. Ну, и все, друзья. Вот и все. Да, действительно, это весь тюнинг, который есть на этой машине. Кто-то скажет, что мало, но опять же зайдите в конфигуратор, посмотрите. Все сделано так, как делается с завода. Оказывается. Насчет бокового зеркала, кстати, я не посмотрел. Оно может быть у нас пластиковое. И, наконец-то, в хроме. Ура! Они до этого догадались. Так, по салону давайте пробежимся. Естественно, поддерживаются у нас рули из дополнений всяческих, которые вы только поставите. И CISLA тоже все это работает совершенно спокойно. Кстати, где у нас International второй руль? Вот он. Он смотрится немножко текстуркой поинтереснее, ребят. Видно, да, то, что он прям покачественнее со строчкой. Но для видео мы поставим стандартный руль, чтобы вы просто понимали разницу. В остальном, что у нас тут тюнется? А ничего у нас не тюнется, потому что это запрещено в Америке. Единственное, что только мы сюда можем какие-то вещи подвесить. Здесь у нас, одесно, ставится козырек. Здесь зеркало. Даже тюнинга сидушки нет. Я уже вообще молчу про спальник. Ну, блин, тени не хватает, капец как. Что ж, ребят, все. Первая часть обзора готова. Давайте сейчас прям вот я очень-очень жду того, чтобы переместиться в игру уже и посмотреть, как он в игре себя чувствует. Так что, ребятки, погнали, наконец-таки, на тест-драйв. Итак, братцы, ну что ж, наконец-таки мы находимся в этом самом салоне. Ну, весьма, на самом деле, качественно он сделан. Шагалки, к сожалению, у нас, как вы понимаете, здесь нет. Ну, в принципе, разработчики, наверное, еще и не знают об этой функции. Ну, ладно. Давайте смотреть по рулю. То есть, что я вот говорил. Вот, обратите внимание, пожалуйста, по контуру руля. Мы вот видим вот эти вот шажки из палочек. То есть, есть такая история. Если вы даже посмотрите, допустим, на ту же сканию, там такого нет. Как я понимаю, по, наверное, одной технологии эти машины сканировали и готовили 3D-модель. Ну, вот, в принципе, такой косячок здесь есть. Плюс ко всему, мне вот не нравится сама текстура баранки вокруг. В середине хорошо. То есть, видно, как бы такая, пластик такой хороший, да, все здорово, классно. Но вот сам вот этот вот дешевый материал, видимо, который в минималке идет, он не имеет какой-то выраженной текстуры пластика. И поэтому, кажется, он как будто как смазанный, какой-то размазанный. Выглядит крайне, конечно, некрасиво. Итак, подаем питание. Теперь смотрим, что у нас тут появляется. У нас появляется вот такой красивейший бортовой компьютер. Давайте сразу включим свет, чтобы у нас все было видно. И давайте сразу мы, наверное, ребятки, что сделаем. Посмотрим, как у нас регулируются зеркала. Естественно, все это работает без каких-либо проблем. Вот такой на самом деле, вот такой на самом деле должна была выйти Volvo VNL. Но что-то, видимо, у пацанов не срослось. И, короче, получилась вот такая вот херня, которую мы с вами все прекрасно помним. Так, руль. Максимально мы его просто вниз вот туда роняем. И здесь вот так вот его максимально вниз. Потому что там просто снизу, видите, есть такая лампочка контрольная, где еще куча-куча лампочек. Итак, бортать. В общем-то, тахометр, спидометр. Сверху у нас отображается температура. Дальше давление, как я понимаю, в тормозных камерах. И самое правое, это у нас топливный бак. Так, посередине нас встречает вот такой интересный, замечательный бортовой компьютер. На котором у нас отображается текущая передача. Вот снизу слева, еще левее, посередине, так скажем, у нас отображается та передача, которая включена в текущий момент, соответственно. Снизу справа у нас отображается, как я понимаю, текущий пробег. Ну и в середине вот такой скринсейвер, наверное, это все-таки можно сказать, со значком International. А дальше смотрим. Full Economy система. То есть здесь у нас показывается напруга в бортовой системе. Сколько наша машина расходует. Не переживайте, что она пишет 99,9. На американцах, оказывается, это действительно такой прикол, когда машина заглушена или не едет. Ну вообще никоим образом ничего не расходует. Электроника пишет 99,9. Типа она расходует. Окей, есть такое. Ниже у нас отображается текущий расход. То есть когда мы запускаем двигатель, нажимаем на газ, у нас там эти показания меняются. Сверху слева у нас указывается текущая температура. То есть 86 градусов по Фаренгейту. Далее, следующий экран. Здесь у нас спидометр. Ну это, я думаю, понятно. Здесь у нас дублируется показание аналогового спидометра. Уже в электронном формате. Дальше здесь у нас показывается то расстояние топлива. Ой, точнее, то расстояние, которое мы проедем на текущем количестве топлива. То есть в данный момент на 280, по-моему, галлоном, если я не ошибаюсь, баки, мы проедем практически 2500 миль. Что очень даже неплохо. Но стоит учитывать то, что мы сейчас не зацеплены. У нас на задницу ничего не давит. У нас расход нулевой, машина новая. И, в общем-то, это такие сугубо-сугубо данные сухие. Дальше у нас идет одометр, который показывает текущую поездку нашу. Мы ее можем спокойно совершенно скинуть. Ну и здесь, соответственно, средний расход топлива за эту поездку. Здесь у нас моточасы отображаются. То есть это была система также реализована на Peterbilt 389. Кто и пользовался, не знаю. Зачем она нужна, абсолютно не понимаю. Но вот она здесь есть. Ну и дальше то, чем разработчики гордятся. Насколько мне известно, это сделали не очень интересную вещь, на самом деле. Давление масла и... Точнее, давление, температура масла в двигателе и вольтметр они сделали электронными под аналог. Ну, в принципе, то же самое у нас есть и здесь, но уже в аналоговом формате. То есть, ну, весьма странное какое-то решение. Да, окей. То есть, допустим, мы выбираем минимальную комплектацию, где у нас этих нижних датчиков нет. Как бы, да, здесь они имеют место быть. Но тут они нам зачем? Непонятно. Окей, смотрим дальше. И вот здесь у нас уже просто показывает такой, знаете, типа, экран диагностики быстрой. То есть, показывает то, что у нас с трансмиссионным уровнем масла все хорошо. Почему-то именно так это отображается. Ну и, видимо, когда мы втетюремся куда-то, у нас будет повреждение, которое просит уже о том, чтобы мы машинку загнали на ТО. Здесь будет уже другое значение. Ну и все, в принципе, больше здесь у нас ничего нет. Тут у нас навигатор. Это понятно. Ух ты, у нас тут прям... А, спейер. Он, спейер. Он, спейер. Не знаю, что это такое. Типа, колесо пятое может быть, двигатель или что-то такое. Честно, не знаю, что за кнопки вот эти три у нас добавились. Там у нас чуть-чуть левее парашют. Магнитола, которая время отображает. Кнопка блокировочки. Вот, пожалуйста, она у нас работает. Включается. Индикации, кстати, на электронной приборке у нас, как я понимаю, включенной блокировочки нет. То есть исключительно только она у нас на кнопочке работает. Ну, окей, ладно. Ручничок. Соответственно, трейлер у нас не зацеплен. Поэтому она у нас также не работает. Как она шипит, то долго. Ничего себе. Прям звуки переработали, что ли. Вот вы даете. Так, ну и все, в принципе-то. У нас тут так вот быстро вращается руль. Весьма такая интересная у нас получается ситуация. Так, ребят. Что ж, теперь я предлагаю включить дождь и уже потом отправиться на полноценный, длительный, можно так сказать, тест-драйв. Итак, друзья, пошел наконец-таки у нас дождь. Давайте мы включим дворники. Вот так вот они у нас работают. Модель дворников крайне простая. То есть ничего сверх такого, естественно, на себя не представляет. Естественно, все это у нас в трех режимах работает. Ну и снежки, конечно же, это все у нас будет анимировано. Давайте мы заодно сейчас с вами проверим, как у нас вообще вся вот эта вот оптика, это все вот это светится снаружи. Габариты. Ближний свет, дальний свет. Ну и, соответственно, аварийка. Вот так вот у нас дублируется. Круто. Куча лампочек всяческих. Ну, машина, конечно, да, она косит как бы типа якобы под классику, да. А номер у нас в таком интересном почему-то месте здесь устанавливается. Ну ладно, то такое. Так, ну что, в принципе, показал все из того, что стоило показать. Запускаемся. ПОПИТИНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРОНОТОРО Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, насладились Я вот прям специально молчал И на самом деле сидел офигевал От того, насколько здесь Качественные звуки Они реально прикольные Это совершенно другой каменс И я прям чувствую, что если я на какой-то другой Дефолтной машине, допустим, в мультиплеере Буду ездить после этой Хотя вряд ли я Вот, наверное, на ближайшие несколько месяцев Реально засяду за эту машину И буду кататься в ней в мультиплеере И в сингле Блин, она реально крутая Она реально качественная Есть, конечно, у нее свои косяки Это руль И, как по моему мнению Отсутствие текстуры на... Ой, не текстуры А тени на полу в салоне В остальном, ребята Это идеальнейшая машина Это действительно сейчас Самый хороший Самый качественный Как в плане 3D-модели Как в плане 3D-модели салона Как и в плане звуков Грузовик, который существует в этой игре Несмотря на его весьма спорный дизайн Он не всем понравится Я прям больше, чем уверен И я уже вижу эти комментарии Что лучше бы добавили что-то другое Но, ребята Это круто Появляются новые грузовики Будем ждать Alt Будем ждать Mac, наверное Там что дальше будет Фрейдлайнеры Может быть, какие-то увидят это все И скажут Вау, чуваки, круто Вы умеете делать Давайте нашу тачку тоже добавляйте В общем, ребята Вот такой получился обзор Вот такой получился видос Максимально все Что вот у меня было в голове Собрано по информации По этой машине Я в этом видео Рассказал Поделился с вами Пишите в комментариях Как вам обзор Как вам грузовик И все, друзья На этом все Обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайки Нажимайте на колокольчик Чтобы новые видосы С этой машины Не пропустить Как только она обновится Для мультиплеера Мы здесь, Сережа Запишем на ней Рейсик На этих тачках И уже такое свое мнение Спустя некоторое время Выскажем Как вот она Себя ведет Как она себя показывает Такой отзыв Так скажем Спустя какой-то Километраж После покупки Все, ребят На этом все Спасибо вам всем огромное За внимание Не забывайте опять же Подписываться на канал Ставить лайки Нажимать на колокольчики Ну а с вами был Алексей Желаем всем Хорошего настроения Всем огромной удачи И пока И еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok